Друзья, привет! Kia EV6 – первый автомобиль компании, построенный на специальной электрической платформе EGMP – Global Modular Platform, выполненный в новой стилистике дизайна, которая называется Opposite United – объединяя противоположности. Новый шеф-дизайнер компании Карим Хабиб придумал вот такой вот передок, который он именует глазами тигра. Сейчас ходовые огни выключены, но вообще они образуют этакий цифровой взгляд тигра, как говорит Карим. Ничего не осталось прежнего фактически от стилистики, придуманной Питером Шрайером, но об этом жалеть не стоит. По-моему, Kia EV6 выглядит очень и очень круто! Автомобиль действительно получился очень интересным, этакий кросс-хэтчбек высокий, сейчас это уже модная тема, но до сих пор я ничего подобного в автоиндустрии не видел. Автомобиль очень вытянутый, такая стилистика действительно очень своеобразная, и граненые линии присутствуют, и мягкие. Посмотрите на эту огромную деталь капота, примерно такая же у IONIQ 5, здесь тоже присутствует вот это вот, вот такие же разъемы, зачерненная стойка кузова, ручки идентичные IONIQ-овским, взятые с полки Hyundai Kia, теперь они вот такие, ничего не осталось под естественный хват, ничего подобного, как у Volkswagen либо BMW снизу, нажимаете и тянете на себя привет от Tesla. Автомобиль действительно получился огромным, его длина 4 метра 68 сантиметров, ширина 1 метр 80, высота почти 1 метр 60. Мой рост 182 сантиметра, посмотрите какой он высокий и вытянутый получился автомобиль. Колесная база 2 метра 90 сантиметров. Батарея находится под полом, она интегрирована полностью в силовую структуру кузова, а центр тяжести автомобиля понижен на 5 сантиметров, что обещает драйверские амбиции этого электромобиля. А посмотрите, как круто у дизайнеров получилась задняя часть, что-то похожее с Hyundai Civic, но на самом деле еще круче. Мелкая детализация просто фантастическая, зарядный разъем находится вот здесь, он спрятан. Посмотрите на эти фары, как они круто уходят вниз. Новый логотип Киа здесь тоже присутствует, багажник открывается вот здесь вот кнопкой снизу, пинком ноги. Точно так же, как и у Ioniq 5, здесь свисает камера, это тоже унификация, все поставлено едиными блоками в этих автомобилях. Багажник объемом 520 литров. Здесь интересная особенность есть, очень удобно к нему подходить за счет вот этой вот огромной выемки под номер я подхожу и мне очень комфортно. 520 литров багажник, точно так же, как в Ioniq 5, здесь фактически ничего нет. Небольшая ниша литров на 15. Удобная шторка, которую не очень удобно защелкивать. Нет направляющих, они только в конце появляются. Но если вы сложите заднее сиденье, отсек увеличится до 1500 литров. Kia EV6 использует 800 вольтовую систему, что позволяет подключаться к мощным терминалам мощностью 350 киловатт. Это фактически как у топовых автомобилей Tesla, что позволяет зарядить ваш автомобиль где-то за полчаса от 0 до 80 процентов. Ну, 100 километров вы получите, постояв у такой мощной зарядки менее 10 минут. Сейчас у нас подключен зарядный разъем второго уровня, вы можете установить его дома и ваш Kia EV6 будет стоять на зарядке от 4 до 6 часов. Батареи, мощность электромотора соответствуют таковым у IONIQ 5. Теперь о модификациях. Самая простая заднеприводная со 170 сильным электромотором сможет проехать что-то в районе 480 километров. Но если ее оснастить передним электромотором, это уже будет 235 лошадиных сил. Хотите больший пробег, берите батарею на 72 киловатт часа. Она тоже может быть с задним приводом, там уже мощность 235 лошадиных сил. Но не буду загружать вас цифрами, скажу лишь, что самая мощная Kia EV6 будет развивать 585 лошадиных сил в версии GT. И вот там уже будет совершенно другой рулевой механизм, другая подвеска. И уверен, что эта машина поедет быстро. Я надеюсь, мы получим ее на тест-драйв. Задний ряд сидений не двигается по длине, по крайней мере в этой версии. Но зато вы можете регулировать спинку по углу наклона в очень широком диапазоне. Сейчас я сяду. Здесь, в отличие от Ioniq 5, вы сидите несколько выше. Вот у меня колени задраны, но места по коленям впереди еще больше. Крыша давит несколько больше, опять же, чем в Ioniq. Ну и автомобиль немного ниже. Абсолютно ровный пол. Ощущение простора все равно присутствует. Здесь такой интересный подлокотник есть. В нем есть такая интересная фишка. Вот такие вот углубления под подстаканники, маленькие бутылки. Но если вы просто сдвинете, вы получите такой маленький бокс, куда можно положить свой телефон. Спинки складываются в соотношении 60 на 40. Впереди сделаны вот такие пластиковые кармашки. Не самое удобное решение, но зато USB разъем встроен прямо в сиденье. Один, к сожалению. За руль! Посадка за рулем тоже такая очень своеобразная. Ноги приподняты. Чем-то напоминает посадку в электрическом Ford Mustang Mach-E. Но зато перед вами панель, которая очень напоминает панели автомобилей BMW будущего. Скоро на всех автомобилях BMW будет вот такая панель. В Kia уже сейчас два планшета 14,7 дюйма. Сделаны одним целым. Очень красиво. Вообще ощущение качества в Kia EV6 присутствуют. Алюминиевые панели. Это действительно настоящий алюминий. Ничего похожего на пластик. Кнопка запуска. Очень дизайнерская центральная консоль. Вот она мне очень нравится. Здесь пространство под телефон. Реальные клавиши, кнопки управления трансмиссией выполнено в виде шайбы. Но вот эти вот надписи, задний ход, драйв, нейтраль, видимо, когда они подсвечены, они выглядят красиво. Сейчас оно выглядит как будто бы сделано некачественно. Но я уверен, что это лишь потому, что я сижу в предсерийном прототипе. В серийных машинах все будет здорово. Передняя панель. Спасибо дизайнерам за этот рисунок. Очень модно и красиво, хотя жестко. Руль в новой для Kia стилистике с такой толстой баранкой. Видимо, ее подсмотрели у родственных автомобилей Genesis. Но при этом она очень маленькая, компактная. Есть подрулевые переключатели, имитирующие передачи в электромобиле. Очень качественно выполненные подрулевые переключатели. Реальные поворотные кнопки. USB разъемы старого и нового типа. Несколько штук их. Прикуриватель. Большое пространство под какую-нибудь сумку снизу. Бокс в подлокотнике. За рулем Kia EV6 действительно воспринимается как дорогой автомобиль. По крайней мере в этой версии GT Line. Ну вот это фактически все, что я вам успел рассказать о будущем Kia EV6. Могу лишь сказать, что цены в Европе мне уже известны. Они будут начинаться от 42 тысяч евро. В США они пока не объявлены. Но ребята из Kia сказали мне, что стартовать заднеприводная версия на 170 лошадиных сил будет от 40 тысяч долларов. И это очень крутое предложение для автомобиля в этом форм-факторе. Конечно же, вот это вот GT Line будет дороже. А GT 585 лошадиных сил, естественно, будет под 60 тысяч долларов. Но покупатели, я уверен, найдутся. Kia сделала действительно очень интересный и красивый автомобиль. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте жать колокольчик. Я буду рассказывать вам о всех новых автомобилях и электромобилях. Пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok